Всем добрый день, меня зовут Сергей Хрулев, компания PLM Ural. Рад приветствовать всех желающих на нашем вебинаре. Сегодня мы будем с вами говорить на тему динамики роторов. Касательно динамики роторов, уже этой темы я слегка касался. Давным-давно, когда делал вебинар на тему в целом разнообразных методик, посвященных неявной динамике. Сегодня, разумеется, мы поговорим чуть более предметно, но насколько нам это позволит время. Где-то примерно разговор рассчитан у нас на что-то около одного часа. И в рамках примерно такого временного промежутка мы рассмотрим основные задачи, которые позволяют решать антисмикеникал, которые могут от вас потребоваться в рамках дисциплины динамики роторов. И стараюсь я тоже сказать пару слов на тему нескольких специфических, довольно часто встречающихся вопросов, связанных с такого рода задачами. В общем и целом, что такое динамика роторов? Это в целом, можно сказать, такая подобность, скажем так, расчетов, дисциплина, которая посвящена отдельным задачам вращающихся машин. То есть вращающиеся машины достаточно сильно распространены в промышленности. Скорость вращения, то есть количество оборотов в минуту во многих машинах достаточно существенное. Отсюда и иски, связанные с разрушениями таких конструкций, могут быть достаточно высоки, последствия могут быть достаточно тяжелыми. И своя, в общем-то, некоторая специфика у таких конструкций, в общем-то, присутствует. На картинке, скажем так, не совсем частый пример, связанный с этой сферой. Но так или иначе, как одна из возможных рассматриваемых ситуаций, тоже, в принципе, условно можно к этому делу отнести. То есть если мы в явной динамике поставим разрушающуюся, да, или как-то себя ведущую вращающуюся конструкцию, то ее, в принципе, сюда отчасти тоже можно отнести. Хотя, конечно, основными задачами динамики роторов является немножко не это. В целом, говоря о динамике роторов, чаще всего люди подразумевают расчеты в частотной области и подразумевают именно поиск безопасных, скажем так, диапазонов работы в рамках той или иной скорости вращения, или диапазонов скорости вращения, скажем так, безопасных работы ротора, в рамках которых не случится никаких резонансов, да, не случится каких-то больших или неустойчивых, или и то, и другое, колебаний, или, соответственно, отстройка таких вещей, то есть или, наоборот, целенаправленное проектирование какой-то вращающейся конструкции, Таким образом, чтобы на определенных скоростях вращения не было рисков резонанса или неустойчивых колебаний. И такого рода исследования, в принципе, как дисциплина динамики роторов, обычно у нас подразумевает несколько типовых задач. Во-первых, это само в целом вычисление критических скоростей и анализ разнообразных форм колебаний, то, как они меняются в зависимости от скорости вращения через специфическую диаграмму, через специфический результат диаграммы Кэмбелл. Следующая задача, вторая, тоже по популярности, задача динамики роторов, это вычисление отклика конструкции на дисбаланс. То есть наиболее частый сценарий нагружения вращающейся системы, это наличие какой-то излишней массы или какой-то неоси симметричной массы на каком-то расстоянии от оси вращения. Соответственно, возникающие силы, прикладываемые, работающие с частотой скорости вращения, могут, соответственно, оказывать достаточно серьезное воздействие на вращающуюся конструкцию. Ну и лишь только на последнем по популярности месте можно выделить моделирование вращения ротора во временной области для оценки тех или иных эффектов, того же напряженного состояния или возможных перемещений каких-то существенных. В основном, конечно, необходимость или желание даже делать такой расчет во временной области возникает в связи с моделированием пуска или остановки, то есть конструкции, которая имеет некое ускорение угловое, то есть положительное или отрицательное. И чуть-чуть, может быть, подробнее мы сейчас на каждом из этих пунктов остановимся. Ну а потом, после, соответственно, всех этих пунктов мы поговорим еще об общих моментах всей динамики роторов в некоторых особенностях, которые в рамках этого вебинара, пожалуй, необходимо упомянуть. Начнем с первой задачи, собственно, наиболее распространенной. Это поиск критических скоростей и анализ, в общем-то, того, как себя ведут формы колебаний на различных скоростях вращения. Эта типовая задача выполняется, она посредством модального анализа в ANSYS Mechanical. И, в общем-то, внутри модального анализа, в его настройках, все достаточно интуитивно, быстро и понятным образом настраивается для, собственно, получения специфических результатов. И главным здесь результатом для анализа вот таких вот этих аспектов поведения ротора является непосредственно диаграмма Кэмпбелла. Вот она здесь на картинке, вы ее можете видеть. По сути, диаграмма Кэмпбелла – это графический, скажем так, вид, график изменения зависимости частот собственных колебаний, то есть собственных частот конструкции вращающейся, от этой самой скорости вращения. То есть модальный анализ выполняется несколько раз, то есть столько раз, сколько скоростей вращения вы попросите. И на соответствующем графике, собственно, строится вот изменение зависимости этих самых частот собственных от скорости вращения. Критические скорости с этого графика получаются достаточно понятным образом, как точки пересечения вот этой черной линии, линии возбуждения, как ее можно назвать, с соответствующими собственными частотами на данном графике. Линия возбуждения себя представляет по умолчанию линию синхронного возбуждения, то есть ситуация имитирующая, то есть линия возбуждения, то есть программа нагружения, программа приложения нагрузки имитирующая дисбаланс, некое нагружение, которое прикладывается к вращающейся конструкции с частотой скорости вращения. То есть если бы у нас на диаграмме Кэмпбелла откладывались бы все величины в одной системе единиц, то есть если бы по обоим сторонам графика были герцы, частота в герцах, то данная линия была бы под углом 45 градусов. Поскольку у нас по оси Абциз откладываются скорости вращения в оборотах в минуту, то, естественно, угол в этой линии синхронный, он несколько иной. В принципе, диаграмма Кэмпбелла, как можно видеть на картинке слева, обладает возможностью это число задавать каким-либо другим, в случае, если предполагается найти критические скорости при возможном воздействии не обычным дисбалансом, а какой-то другой ситуации, связанной, может быть, с какой-то кратностью возбуждения. Какая-то нагрузка, которая случается 5 раз за 1 оборот, или 2 раза за 1 оборот, или 1 раз за 2 оборота, в общем, такого рода вещи здесь в принципе вполне тоже без каких-то сложных костылей могут быть реализованы. Ну и, собственно, диаграмма Кэмпбелла вам выдает вот эти критические скорости в виде параметризуемых значений, и, соответственно, их вы можете сравнивать с тем, что этот ротор должен или не должен претерпевать, согласно требованию. Кроме самой частоты, диаграмма Кэмпбелла также позволяет оценивать то, как меняется показатель устойчивости колебаний в зависимости от, опять-таки, скорости вращения. Если мы посмотрим на предыдущую картинку, и вообще в целом это та же самая задача, которую я тестовываю, буду вам демонстрировать в конце нашего сегодняшнего разговора, то важно отметить, что тут я не задавал демпфирование, не задавал никакого трения, а в реальности, в общем-то, оно существует. И для определенных частот колебаний в определенных ситуациях, при определенной конфигурации, данные механизмы могут оказывать не гасящее колебание действия, а наоборот их усиливающее за счет энергии вращения, разумеется. Нечто похожее тут как раз нарисовано было на картинке справа снизу, вот на вот этом слайде на правой части, да, можно увидеть, что, в принципе, колебания на некоторых частотах, они могут, наоборот, самопроизвольно увеличиваться при вращении, при воздействии на определенной частоте. И мера устойчивости частоты, как одна из составляющих комплексного собственного числа, отвечающего за собственную частоту колебаний в конструкции с демпфированием, нам может, собственно, как раз данная мера показывать нам, будет ли определенная частота, собственная форма колебаний, да, будет ли определенная частота колебаний стабильной, устойчивой при определенной скорости вращения. Как именно здесь, в принципе, уже видно, то есть те меры, те зависимости этой величины от частоты вращения, от скорости вращения, которые являются положительными, да, начинают быть положительными в какой-то момент времени, они, как, собственно, сигнализируют о том, что, собственно, на этом участке, на этих частотах вращения данная собственная частота, данная, собственно, форма склонна к увеличению амплитуд, да, то есть к неустойчивым колебаниям. Немножко на тему того, как, в принципе, это устроено. Важно отметить, что, может быть, это, собственно, как раз многим, я думаю, очевидно, кто уже что-то читал или сталкивался с этими делами, но тот, кто слушает об этом, обо всем впервые, да, из любопытства, может подумать про то, как именно реализуется вращение, и важно отметить, что вращение, конечно же, не моделируется напрямую в большинстве ситуаций, и особенно в частотных расчетах, вот в эти вклад вращения, да, то есть гироскопический эффект, гироскопический момент, который обязательно присутствует у вращающейся конструкции, моделируется посредством, собственно, некой корректировки, да, некой добавки к тем матрицам, которые в уравнении движения присутствуют. Вот, кроме того, важно отметить, что гироскопическая матрица, да, то есть именно вклад вот в этот силовой аспект поведения конструкции, зависящий от скорости вращения, он у нас вивалентен в плане переменной, да, то есть он содержит в своем множителе скорости степеней свободы, да, то есть первопроизводной степени свободы. Соответственно, несмотря на то, что это, в общем-то, гироскопическая матрица посвящена некой жесткости, то есть некому изменению жесткости в плане физического смысла, да, то есть некое изменение конфигурации для три всей, И несмотря на это, у нас технически речь идет о формировании внезапной матрицы демпфирования при нулевом демпфировании. Просто от того, что у нас учитывается вращение конструкции, у нас как бы возникает что-то вроде матрицы демпфирования. Хотя само демпфирование при этом может оставаться задачей нулевой. Это приводит к тому, что для того, чтобы решать задачи динамики роторов в модальном анализе, ну и собственно так далее, необходимо включать решатель, который у нас учитывает демпфирование. То есть демпфирование надо поставить Yes, ну и тип решателя там уже выбрать Full Reduced, это уже Reduced ситуация. И только вот при, собственно, такой конфигурации вам откроется возможность уже активировать в модальном анализе непосредственно учет вращения. То есть вот это поле называется Coriolis Effect, вполне логично для этого. Ну и касательно модального анализа, да, самая диаграмма Campbell, активация ее построения, тоже дополнительно запрашивается заранее в настройках расчета Analysis Settings. И количество точек, это мы с вами заранее в этом поле опрограммируем, планируем, скажем так, фиксированное количество скоростей вращения, на которых мы хотим просчитать поведение нашей конструкции. Ну, в общем, это те самые точки на диаграмме Campbell, которые будут именно четко посчитаны. Ну, соединены они будут уже исходя из, в общем-то, ситуации. Перейдем теперь к следующей задаче, которая уже непосредственно нам покажет некую реакцию, некий отклик вращающейся конструкции на какой-то уровень, конкретный уровень числовой дисбаланса нашей модели. Ну, я уже упоминал дисбаланс, говоря о модальном анализе, о построении диаграммы Campbell. Но, подобно тому, как это устроено, в общем-то, и для невращающихся конструкций, да, для любых других, в модальном анализе мы все равно получаем только лишь саму возможность резонанса, какую-то частоту или набор частот на разных скоростях вращения, при которых резонанс теоретически может произойти, но само нагружение мы не прикладываем. А чтобы уже посмотреть реакцию и отклик на непосредственно само нагружение, мы пользуемся другим расчетным инструментом, который в данном случае называется гармонический расчет или гармонический анализ, можно сказать, гармоник-респонс-шаблон, в общем. И типовое нагружение дисбалансом характеризуется тем, что, ну, во-первых, в принципе, почему гармонический расчет для этого мы используем, да, потому что, очевидно, вращающаяся какая-то не на оси вращения масса, а на каком-то расстоянии от оси вращения, она будет вызывать усилие, которое будет меняться по гармоническому закону. Ну, соответственно, здесь гармоник-респонс – это очень удобный в данном случае формат. В целом же, что и себя дисбаланс представляет, зачастую это нагружение определяется в нормативной документации, да, как некая условная точечная масса на определенном расстоянии. Причем задается она обычно в единицах массы, умноженной на расстояние, то есть для самой задачи не так важно, что это один килограмм, там, действующий на расстоянии пяти метров, да, или пять килограмм, действующих на расстоянии один метр. Принципиальной разницы между этими двумя ситуациями здесь нет, но какой-то из этих двух вариантов обычно зачастую должен быть выбран и в том или ином формате реализован. И выглядит это вот так, да, то есть относительно оси вращения на каком-то расстоянии, как бы есть некая точечная масса, которая вращается вместе с ротором и таким образом формирует дополнительную вот такую центробежную силу, которая меняет свое направление согласно вращению. В гармоническом анализе, в принципе, формирование такого нагружения, да, такого граничного условия достаточно удобным образом реализовано. Вот уже энное количество лет. Во-первых, непосредственно учет гироскопического эффекта, так же, как и в предыдущем методе, необходим. То есть также в настройках расчета гармонического анализа можно найти поле кориолиз-эффект, который активирует вот эту коррекцию, скажем так, уравнений движения за счет гироскопического эффекта. Что же касается самого дисбаланса, то, естественно, в лоб не моделируется никакая точечная масса, которая там где-то крутится. Речь идет, естественно, о преобразовании данного специфического граничного условия в конкретные понятные силовые факторы. Уже можно на этом слайде по картинкам увидеть, что у нас уже есть удобный объект интерфейса в Nikenical, который вы определяете и задаете там параметры, ну, в том числе и в формате, естественно, точки на валу и некоторого расстояния от оси вращения для определенной массы. Однако внутри зашито и традиционно, скажем так, ручную это применялось, разложение, по сути, данной ситуации на две гармонические силы. Ну и, в принципе, это довольно понятная история, то есть как смоделировать некую постоянную центробежную силу, которая при этом крутится как бы вокруг какой-то оси в определенной точке, с определенной стороны ротора. Ну, можно ее разложить на две проекции, которые, как нетрудно догадаться, тоже будут меняться по гармоническому закону, только в разной фазе. И таким образом, по сути, примерно это и формируется. То есть задаются два силовых фактора, по сути, которые действуют не синфазно, но при этом, разумеется, на одной частоте, что позволяется в гармоническом анализе. А их, в общем-то, связь и их уровень с скоростью вращения определяется, если говорить про классику, да, или про старые подходы, там использовалась команда синхро, сейчас весь этот алгоритм зашит в удобное ограниченное условие, которое вы можете в Nikenical вставить в вашу задачу и определить, в общем-то, все, что необходимо. А необходимо иметь некий узел, да, некую точку на оси вращения. Если у вас сетка построена дотошно таким образом, что у вас есть какая-то прям физическая ось вращения, на которой есть сетка, то можно привязаться, естественно, к узлу сетки. Если у вас сетка построена нерегулярно, а бы как, да, то есть там нет какой-то строгой оси вращения, не просматривается на сетке, тогда можно использовать вместо этого remote point, который строго на оси вращения лежит. И, собственно, использовать для этого его. Ну, а дальше, собственно, указывается либо расстояние масса, либо можно указать конкретно уровень сил, да, то есть амплитуду вот этой самой силы. Для чего этот второй вариант нужен? Второй вариант нужен для того, чтобы задавать не дисбаланс, а другие нагрузки подобной природы. Ну, в случае, когда это у нас, скажем, не дисбаланс, а воздействие какой-то другой периодичности, да. Если есть какой-то, не знаю, диск, который там каким-то одним своим элементом что-то задевает, но таких элементов, например, 3 или 4, ну, в общем, как я уже упоминал, могут существовать ситуации, когда нагрузка приходится с некой кратностью относительно частоты вращения, да, то есть чаще или реже, чем один оборот. И для таких ситуаций уже задание именно как массы на расстоянии уже является не очень понятным, и отсюда есть альтернативный вариант задания непосредственно модуля силового воздействия. Результатом гармонического анализа для динамики роторов тут как бы без сюрпризов является то же самое, что и в любом другом гармоническом расчете. Это амплитудочастотная характеристика как основной результат. То есть, естественно, гармоническая задача решается на неком диапазоне частот. В нашем случае именно вот такого подхода частота, по сути, является и скоростью вращения, да, то есть частота нагрузки, она же так или иначе связана со скоростью вращения, да, либо совпадают, если это дисбаланс, либо там какая-то кратность. И в сколько-то раз задача решается, да, в зависимости от того, сколько вы точек выберете, как всегда в гармоническом анализе, и ту или иную величину перемещения, напряжения, смотря в чем именно вы заинтересованы. Ну, понятно, чаще всего речь идет, конечно, о поперечных перемещениях, латеральных, в точках крепления ротора к подшипнику. То есть это наиболее интересная, наверное, величина для оценки, скажем так, прочности, да, каких-то допусков, посадок. И, собственно, вот в виде зависимости от частоты эту величину можно построить. Ну, потом, понятно, опять же, те из вас, кто работал с гармоническим анализом, понимают, что дальше потом можно, в принципе, выбрать какую-то одну из этих точек, да, ну, в основном, конечно, имеется в виду резонансная, наибольший интерес представляет. И можно посмотреть уже там все цветные картинки, да, то есть контурные графики, и разнообразную обработку результатов применить, какая будет потребна. Поговорим немножко теперь о более экзотических ситуациях, которые встречаются значительно реже. Могут возникнуть ситуации, когда есть желание именно посмотреть, как ротор двигается с ускорением. А для того, чтобы его начать запускать с ускорением, да, ну, или иметь отрицательное ускорение, да, то есть найти с какой-то скоростью ротор, чтобы тормозил, для этого нужно использовать уже динамический расчет во временной области. И если ротор работает в каком-то относительно штатном режиме, и от него не ожидается каких-то прям радикальных вещей, то для этого идеально подойдет трендинг структур. То есть какие-то определенные перемещения, в общем-то, даже с какими-то нелинейными эффектами, вы вполне можете увидеть на такой модели. И здесь же, в принципе, может теоретически возникнуть желание, потребность или идея воспользоваться и каким-либо решателем явной динамики, будь то автодин, или эксплисит, или с дайна, для того, чтобы, в общем-то, сделать все то же самое, но, соответственно, сама потребность в переходе к явной динамике, она может возникнуть только если вы запланировали или ожидаете от вашего ротора какой-то катастрофы, да, то есть если у него в процессе моделирования должно что-то отвалиться или что-то разрушиться, и вы хотите прикинуть последствия, то как раз-таки вместо трендинг структур для того же самого иной раз может быть полезно применить решатель явной динамики какой-либо. И, в общем-то, и трензент, и явная динамика, в силу того, что могут справляться с нелинейностями, кто-то лучше, кто-то хуже, да, в зависимости от ситуации, в связи с этим открывается вот как раз доступ к расчету через вращение сетки, да, то есть напрямую, без команд Coriolis, да, без корректирования уравнений движения за счет скорости вращения, можно просто задать вращение сетки, и тогда все эффекты, связанные с вращением, да, гироскопический момент, вот это вот все, оно будет учтено автоматически, естественным образом, то есть внутри обычных масс, там, жесткости, массы и так далее. Здесь на картинке анимация из примера, который я на эту тему делал несколько раз, и там, в общем-то, особо я не нагружал эту историю ничем, но если в такой постановке захочется применить дисбаланс, то, опять-таки, идея достаточно простая, то есть если вы планируете вращать сетку, можно прикрепить точечную массу на определенном расстоянии напрямую, и, в общем-то, это будет, в принципе, оно, учтется все, опять-таки, естественным образом. Но это не, на самом деле, лучший вариант подхода все равно, да, то есть так можно, вы можете справиться, если все сделаете правильно, но это достаточно сложное решение задачи, особенно если мы говорим про трензиент, который с нелинейностями большой, с высокой степени работает не самым идеальным образом, да, а какое-то быстрое вращение, накопление вот этих угловых перемещений, оно может, конечно, вызвать некие проблемы сходимости, но, как бы там ни было, при желании можно справиться, но это нелегко из-за того, что задача будет сходиться достаточно трудным образом. Как ни странно, существует в рамках трензиента и альтернативный вариант, который, правда, не очень понравится большому количеству людей с точки зрения реализации, потому что вот эта схема, которой я говорил касательно модального анализа, касательно гармонического анализа, когда мы не моделируем вращение сетки, но при этом корректируем уравнение движения за счет гироскопического эффекта, и таким образом учитываем вращение при не вращающейся сетке. Трензиент-стракчурал такие вещи тоже разрешает, но разрешает он их в классике, а в мехеникл, в румяч-мекеникл пока что еще в трензиент-стракчурал не успели добавить ни строчки кориолиз-он, то есть включить счет гироскопического эффекта, ни тем более ратейтинг-форс, да, который у нас с вами был в гармоническом анализе. Однако на ресурсах Ansys, в общем-то, существует проект, существует задачка, где эти проблемы успешно обошли посредством скрипта, посредством вставки на языке внутри проекта Mechanical. Вставка не самая простая, но в принципе довольно логичная, и основана она, в общем-то, на все той же схеме, на которой, в общем-то, у нас работал гармонический анализ, с той лишь разницей, что здесь все нагружения прикладываются во временной области. То есть точно так же вращающаяся сила раскладывается на две проекции, которые действуют в противофазе, меняющиеся по закону синуса. Формируются две функции, и вот такие две силы, как функции, зависящие от времени, они, в общем-то, прикладываются. Все это действует совместно с кориолизом, и еще и запараметризовано и связано с постепенно возрастающей скоростью вращения. Потому что если бы скорость вращения не возрастала, то тогда зачем общий трендингом пользоваться? Речь ведь идет все равно про постепенное ускорение. Ну и таким образом в качестве результата основными результатами являются какие-то конкретные значения, скорее всего, в оборах подшипников. Но можно вот посмотреть, как выглядит и анимация, да, то есть какой-то такой качественный результат. Так примерно будет себя вести, ну, понятно, утрированно, здесь включен некий масштаб перемещения, разумеется. Как утрированно себя будет примерно вести конструкция с дисбалансом, которая при этом постепенно разгоняется от нуля до какой-то там рабочей скорости вращения. В принципе, как вы понимаете, этот путь будет считаться значительно быстрее, чем предыдущий, да, потому что степень нелинейности здесь будет значительно ниже. Однако вам будет несколько сложнее это дело реализовать за счет вот правой части, да, за счет того, что здесь используется командная вставка и не самая простая. В общем-то, все задачи я перечислил, самые основные которые и некоторые их особенности, да, которые в рамках динамики роторов могут быть интересны, могут быть поставлены и решены посредством Antismic chemical. Теперь поговорим про несколько общих вопросов и общих моментов, которые, в общем-то, от задач особо не зависят, но нужны при любых вещах, связанными с динамикой роторов. И, пожалуй, первым здесь я упомяну работу с подшипниками. Ну, начнем с того, что в целом для задач динамики роторов очень удобно и принято использовать специфический, граничные условия, скажем так, специфический элемент крепления, который называется Combi214. В Mechanical он реализован в виде типового объекта интерфейса, который называется Beering, да, или подшипник. Найти его можно рядом с шарнирами, с джойнками, да, там, пружинками и балочными соединениями. И из себя он представляет вот примерно вот такой элемент, то есть несколько поперечных по отношению к оси вращения, упругих и диссипативных элементов, свойства которых от вас бросят как некий, в общем-то, предварительный, скажем так, ввод, да, то есть как некую предварительно известную вам информацию. Ну, проблема в том, что вам как расчетчик эта информация зачастую неизвестна. И первое же желание, да, первое же телодвижение, которое хочется сделать, да, спросить величины у производителя подшипника, ему они тоже могут быть неизвестны, ну, по крайней мере, не все далеко, я так понимаю, производители занимаются вычислением всех этих вещей, ну, или во всяком случае помещением их в паспорт изделия. Собственно, откуда эти числа, естественно, брать, это часто большой вопрос, который зачастую неизвестен. Более того, в общем-то, программа поддерживает и то, что, в общем-то, в реальности зачастую происходит, еще и непостоянство этих всех коэффициентов, да, то есть мало того, что тут энное количество коэффициентов нужно иметь, так еще и они, в общем-то, как правило, разные, на разных скоростях вращения, поэтому неплохо бы еще иметь их как зависимость от скоростей вращения. В табличном форме это, опять-таки, в mechanical может тоже быть задано, и в графической форме отрисован. В пути, понятно, кроме самого, собственно, производителя, да, ну, чем черт не шутит, вдруг они ему известны, эти характеристики. Но альтернативно существуют, как, естественно, экспериментальные исследования, также существуют и какие-то отраслевые, на самом деле, софтины, то есть тот же Энсис в своих курсах рекламирует некую компанию Ромак, да, то есть у нее какой-то свой есть софт, куда, в общем-то, зашиты какие-то библиотеки подшипников. Однако, собственно, доступа к таким вещам тоже может быть не у каждого. Ну, к лаборатории, понятно, вообще мало у кого есть, да, чтобы что-то испытывать касательно специальных отраслевых приложений, тут тоже у кого могут быть, у кого могут не быть. И в связи с этим рассмотрим несколько вариантов того, как можно получить эти характеристики расчетными способами. Опять-таки, без особых подробностей, поскольку нам и время не позволяет, и если уж говорить об этом прямо на полный штык, то по-хорошему надо на эту тему отдельный общий вебинар делать, потому что тут, в общем-то, тоже есть о чем поговорить, и на час, и, может быть, даже больше. Если в целом, да, задать как бы направление движения, то тут важно разделить, во-первых, подшипники, да, как минимум на две большие группы, то есть подшипники качения и подшипники скольжения. Так вот, для подшипников скольжения, это могут быть и газовые подшипники, и газостатические, и газодинамические, да, могут быть масляные подшипники. Тут есть, в общем-то, расчетная вилка из определенных вполне логичных методик внутри самого ANSYS, то есть внутри основных решений программы. В случае каких-то сложных специфических подшипников лепестковых и так далее, ну или если вы исследователь, можно пойти наиболее сложным таким глубоким путем, когда взаимодействуют решатели CFD, решатель Fluent, который рассчитывает движение газа. И, в общем-то, существует определенная методика, которая через оптимизацию позволяет сначала найти положение равновесия вала, вращающегося внутри какого-то газового слоя с лепестками или без лепестков внутри подшипника. Ну и, соответственно, впоследствии при возбуждении смещения вала относительно положения равновесия, можно расчетным путем вытащить, соответственно, силы реакции, ну и через них, соответственно, и получить характеристики жесткости и демпфирования. В целом, в принципе, для некоторых упрощенных вариаций существуют и более простые подходы, да, то есть без Fluent, без оптимизации. Решить эту задачу можно средством стандартизированных методик, внутри классической, правда, пока только среды, да, внутри Antis Mechanical, PDL, в HELP, в Rotter Dynamic Analysis Guide, вы сможете подробно с этими примерами ознакомиться. Вкратце же речь идет о том, что для плоского подшипника с простой как бы формы, да, ну просто для такого цилиндрического слоя, чего бы то ни было, то есть масла там или газа, можно применить тот же самый элемент Combi214. У него есть специальный киопт, да, то есть специальный режим работы, отдельный переключатель внутри него, который его превращает, вот, приводит вот к такому виду, то есть у него на входе от вас он начинает просить не параметры, характеристики, а на входе он от вас начинает просить свои там геометрические размеры, свойства жидкости и тому подобные вещи. Ну и прямо внутри Combi214 решается вот эта плоская гидродинамическая задача, в упрощенном, естественно, варианте, и на выходе вам даются, собственно, характеристики этого подшипника. Чуть сложнее, но все еще как бы в некотором упрощенном виде можно подобную же задачу решить и в 3D, посредством, тоже в классике, да, посредством специального элемента Fluid218, тоже какой-то не сильно сложный геометрический подшипник, там, без какой-то сложной внутренней структуры, можно в трехмерном виде нарисовать, ну, разница с предыдущим вариантом в том, что, да, поскольку трехмерный он может иметь какую-то более специфическую форму, чем просто цилиндр, да, прямой и плоский, но при этом все равно понятно множество ограничений, и тем не менее, да, можно в таком виде нарисовать и тоже внутри классики решить эту задачу, вытащить характеристики. Ну, я как только это увидел, у меня, конечно, возник соблазн, а почему бы не попробовать через классику прямо в такой подшипник вставить и ротор, и как бы, чтобы все вместе завращалось, да, чтобы просто на входе задавали, там, геометрические размеры этой всей истории, а на выходе уже сразу получали бы диаграмму Кэмпбелла. Но, увы, нет, так нельзя, то есть, в ограничениях к вот этим методикам можно четко заметить, что в хелпе, там, английским по-белому написано, что использовать их можно только вот для таких задач. На самом деле, не совсем, там есть еще вариант использовать их для решения задачи вращения во временной области, в тренденте, для фрагмента балла, то есть, без каких-то дисков, там, то есть, ну, короче, там, есть все равно какой-то упрощенный вариант, но так или иначе, вот эта идея, там, попробовать через командные вставки вот это вот дело запихать в Беринг, в Микеникл, там, или даже в классики это все там полностью сделать от начала и до конца, она не сработает, уже я пытался. Может быть, потом это, конечно, и добавится когда-нибудь, будем надеяться, но кто его знает. Однако, как отдельная задача, да, предварительная, взяли, нарисовали подшипник, известный вам, нашли его характеристики, это, конечно, бесценная совершенно история, и для простых подшипников вы можете, соответственно, пользоваться классикой, для сложных подшипников, если вы не боитесь трудностей или если вы исследователь, вы можете, конечно, при помощи флюента сформировать полноценную сложную задачу со всеми трехмерными газодинамическими эффектами, какие вы сможете во флюенте смоделировать, и тоже получить все вот эти желанные характеристики, и дальше уже их использовать в своих расчетах механических, да, то есть для построения диаграммы Кэмпбелла, поиска дисбаланса и всего вот этого. Что касается подшипников качения, то тут несколько, наверное, сложнее отчасти, в том смысле, что каких-то нет готовых гайдов, методик, туториалов ни в классике, ни в Микеникл, ни в Хелпе, ни в общем-то особо-то нигде, но, в принципе, чисто логически мы прекрасно понимаем, что, в общем-то, подшипник качения, в принципе, можно смоделировать в Микеникл, как в 3D, так и в каком-то усеченном виде, да, там, циклосимметричном или еще как-то, и, пользуясь традиционными какими-то там аналитическими методиками, даже можно, в общем-то, и для своего подшипника, как на бумажке, да, если это какой-то совсем простой, так и в Микеникл, если там какая-то сложная геометрическая конструкция, можно попробовать подобрать подход к поиску жесткости. Ну, схема стандартная, как найти жесткость, да, то есть придумать некое нагружение специфическое, да, снять, соответственно, нагружение жесткое, например, то есть миллиметрами нагружать перемещение, снять силу реакции и, соответственно, соотнести каким-то образом и получится жесткость. Демпфирование то же самое, только прикладывать надо скорость. Ну и, в общем-то, таким вот примерно образом можно, подобрав какую-то подходящую для вашего геометрического подшипника методику, можно, в общем-то, вопрос решить Микеникл. Но счастливые обладатели Motion Drive Train могут такими сложностями не заниматься, так как в софте, соответственно, во-первых, это Motion, во-вторых, это инструментарий под названием Drive Train, который к нему дополнительно, насколько я знаю, приобретается. Есть целая библиотека готовых подшипников качения, даже с указанием производителя, NSK, SKF, то есть, зная геометрические размеры того или иного подшипника, или даже если он у вас в железе прям лежит с названием производителя, вы можете попробовать его в этой библиотеке найти, много там, в принципе, их доступно. И, в общем-то, по аналитической методике, которую можно в хелпе Motion прочитать, там методика аналитическая, там рисуется один шарик, и там тоже специфическим образом прикладывается усилие, снимается перемещение, соотносятся. В самом интерфейсе вы всего этого не видите, да, вы просто нажимаете кнопку «Колкулить Стивнес», и он вам выдает, в общем-то, параметры жесткости для подшипника. То есть, в принципе, вот, обладая Motion, можно, в общем-то, меньше иметь головной боли в плане оценки характеристик подшипника. Это то, что касается самих подшипников и откуда брать их характеристики. Хотел еще я с вами обсудить в рамках этого вебинара систему отчета. Тоже вы можете, в принципе, уже знать, что внутри Mechanical, да, в принципе, внутри механических вот этих расчетов в NSYS поддерживаются две разные системы отчета для решения задач динамики роутеров. Это, в общем-то, система отчета вращающаяся и система отчета стационарная. В Mechanical, именно в интерфейсе, да, в Mechanical, в Brookbench Mechanical используется исключительно стационарная система отчета. Она характеризуется тем, что вы можете несколько роторов на разных скоростях вращения одновременно ставить, естественно, решать вот эти все вышеупомянутые задачи динамики роторов. И, пожалуй, интересным и, возможно, существенным для кого-то минусом стационарной системы отчета будет вот этот вот интересный аспект, что у нас, несмотря на то, что мы, в общем-то, можем, да, ротор моделировать там балочными элементами, если захотим, да, это традиционные подходы, но, в общем-то, ANSYS нам позволяет все это в солиде делать, что прекрасно. Однако, несмотря на то, что мы можем все это рисовать как бы как оно есть, солид элементами разбивать, стационарная система отчета предполагает исключительно осевую симметрию для своей геометрии. То есть, если у вас что-то есть в модели ротора не оси симметричной, не обладающей осевой симметрией, то как бы не стоило бы вам этим пользоваться. Хотя, как мы увидим в дальнейшем, оно, в общем-то, вас ругать за это не будет, просто будет несколько отличаться результат от того, что могло бы быть, если бы вы это правило исполнили. Что же касается вращающейся системы отчета, то есть мы вращаемся вместе с ротором, и в связи с этим несколько отличается методика вычислений для всех этих задач. В первую очередь, отмечу, что исторически эта система отчета применялась исключительно в статических расчетах, да, или там расчетах верчения во временной области. То есть, довольно долгое время этот инструмент, да, этот вариант решения задач, не поддерживал ни диаграмму Кэмпбелла, ни там приложение каких-то несинхронных дисбалансов, но, в общем, был ограничен в своих задачах. Однако, с тех пор, как к этой методике прикрутили возможность построения диаграммы Кэмпбелла, в общем-то, по функционалу достаточно эти две версии сравнялись. Однако, отмечу, что, как логически понятно из того, что я уже говорил, вращающуюся систему отчета можно попросить, либо находясь целиком и полностью в классике, да, либо посредством добавления командной вставки. Причем, интересно еще то, что, в общем-то, поскольку инструменты mechanical внутри, они активируют автоматически стационарную систему отчета, вам не только саму команду Coriolis, да, вот, которая отвечает за учет гироскопического эффекта, да, вот этих эффектов вращения, не только ее придется вводить, но и, в общем-то, другие объекты интерфейса, которые, в общем-то, существуют, строить при помощи команд. То есть, это и скорость вращения задавать в модальном анализе командами, и диаграмму Кэмпбелла выводить командами. И вообще не всегда понятно, зачем этим заниматься командными вставками, если можно прям сетку открыть в классике, там все сделать. Это уже, конечно, вкусовая история абсолютно. Такой вот интересный аспект касается системы отчета. Отмечу еще один момент, связанный с этим. Считая, строя, там, да, получая диаграмму Кэмпбелла и в стационарной вращающей системе отчета, и сравнивая частоты, вы можете обнаружить, что они отличаются. То есть, действительно, разница в этих постановках, она приводит к тому, что и результаты тоже разные. И занятно, что, в общем-то, не для всех ситуаций существует возможность проверить себя, то есть, да, преобразовать одно к другому. То есть, ну, например, в хелпе можно найти ротор джевкота, модель, example, да, скажем так, пример, который вы можете воспроизвести для классики. Это находится он внутри хелпа в ротор динамик анализис гайд, в примерах можете его найти. Он там, а, вру, не в ротор динамик анализис гайд, а в другом немножко месте. Там задачи для вращающейся системы отчета, они находятся отдельно, тоже внутри хелпа, но в другом разделе. Через поиск это несложно найти в любом случае. Там, в общем-то, для такой простой задачи, то есть, там он балочный, во-первых, да, но, во-вторых, это ротор джевкота, то есть, это точечная масса, приделанная просто к ротору одного радиуса, одного сечения, да, закрепленного на подшипнике по краям. Для такой задачи существует возможность простого преобразования одного к другому. Я ее тут в картинку вынес. То есть, получили сначала расчетами набор частот в стационарной системе отчета, набор частот в вращающейся системе отчета, а потом, если вот взять частоты стационарной системы отчета и так вот их, скажем так, провернуть с использованием частоты вращения, записанной в герцах, то есть, поделенная на 60, если мы про обороты в минуту говорим, то можно получить частоты для вращающейся степени свободы. И для той модели это сработало, вы там вот сможете это проверить, убедиться и, в общем-то, понять. Однако, не в любой ситуации это возможно, и тут, конечно, надо выникать значительно глубже, чтобы понять, возможно ли как-то сравнить одно с другим той или иной задачей. Отмечу еще, я не сказал, а это как раз-таки очень важно, да, я, естественно, сказал на предыдущем слайде, что стационарная степень отчета характеризуется тем, что конструкция обязательно должна быть очень симметричной, а вращательная это как раз система отчета хороша именно тем, что там нет этого ограничения. То есть, там конструкция может быть какой угодно в плане геометрической формы, и это не является чем-то плохим. Ну, понятно, в связи с этим есть ряд других ограничений, что нельзя там больше одного ротора делать за раз, нельзя моделировать какие-то стационарные там станины, да, на которых она вращается, а в стационарной системе отчета, замечу, можно. То есть, там есть свои плюсы и минусы, вот, сводную табличку в Help, если что, в принципе, можете найти, если как-то я запутанно говорю или если не запомните. В целом, в общем, вот примерно такая вилка, и не всегда и то, и другое вы можете сделать для того, чтобы одно проверить другим, потому что результат получается несколько разным. Отмечу еще такой момент, что, конечно, тоже, в общем-то, в Help вы можете найти это сообщение, что большинство именно проверок других, да, то есть аналитических, экспериментальных, ориентировано на получение именно частот в стационарной системе отчета, да, то есть вы можете расчетно получить и то, и другое, если постараетесь, но при этом проверять, вы это, скорее всего, будете по частотам стационарной системы отчета. Поэтому стационарная система отчета предпочтительнее, если вы можете как-то добиться возможности ее использования, ну, то есть, если вы сможете сделать вашу модель оси симметричной, то это предпочтительнее, чем уходить в вращающуюся степень систему отчета. И как раз в тестовой сдаче я вам покажу примерно, что можно сделать с конструкцией, чтобы она стала оси симметричной. Касательно элементов осевой симметрии, отмечу еще такой момент. В программе, в NCIS Mechanical, да, MAPDL, неважно, то есть, в принципе, в программе существуют специфические элементы, которые называются General Axisimetric, они позволяют моделировать какие-то трехмерные ситуации, да, трехмерные нагружения, используя при этом, однако, геометрию, которая является плоской. И плоской в смысле оси симметричной. То есть, такая вот интересная методика, интересный элемент, который позволяет вам рисовать оси симметричное сечение, но при этом нагружать его трехмерными нагрузками и получать при этом какие-то результаты. Ну, выполняется это, в общем-то, за счет того, что внутри самого элемента существует алгоритм, да, там используется подход Фурье для этого, существуют варианты размножить эту плоскость, как бы, несколько раз и соединить ее определенным образом. И таким, в этом плане, как бы, получается, что, несмотря на то, что исходная геометрия плоская, решение все-таки может быть трехмерным. Так вот, касательно роторной динамики, это достаточно неплохая история, да, потому что, как уже упоминалось, стационарная система отчета требует осевой симметрии, а если у нас геометрия и так, и так оси симметричная, то, собственно, зачем ее рисовать трехмерно, это же расточительно. Поэтому, как бы, одно с другим очень хорошо дружит, уже довольно давно, может быть использовано, правда, только через командные вставки. И вот здесь, как бы, есть определенный неприятный тоже факт, что занятно, что несколько версий назад в Mechanical появилась кнопка, да, появился инструмент для того, чтобы такие эти элементы вставлять уже без скриптов, да, без командных вставок. Однако, это сделали только для расчета static structural, то есть, как мы понимаем, динамика роторов здесь пролетает, и в модальном анализе по-прежнему приходится пользоваться командными вставками, которым уже сто лет в обед. Это неприятно, но жизнь, к сожалению, пока что такова. Скажу еще пару слов про отдельные расчеты дисков, тоже с этим я недавно сталкивался, даже у нас в блоге на KE Club делал небольшую статейку о своих впечатлениях. Скажу следующее, то есть, да, для дисков иногда тоже требуют построения диаграммы Гэмпбелла, в некоторых расчетных методиках, да, то есть, просто отдельно для диска без вала. В принципе, никто не запрещает, то есть, вы можете пользоваться, естественно, вращающейся степенью свободы, потому что здесь про осевую симметрию речи не идет, в принципе, никаким образом. Вращающую систему отчета вы используете целиком модель диска нарисовать. Естественно, отмечу еще важный момент, что важно здесь, и вообще в целом, если вы в вращающейся системе отчета моделируете не BIM геометрию, да, а какие-то солиды, то предварительно рекомендуется делать статическое преднапряжение, да, то есть, вращать сначала статически, то есть, получать вот эти усилия, которые расширяют геометрию, да, вокруг оси вращения, а потом уже на основе этого МДС сверху класть модальный анализ, в котором вы вот это вот можете сделать. Так вот, занятно еще, что для циклической симметрии, а вот такие штуки, они тоже как бы напрашиваются на циклическую симметрию, то есть, тоже как бы целиком эту историю рисовать, на первый взгляд, расточительно, и а почему бы не сделать сектор? Так вот, почему-то внутри программы, и в халпе это записано, существуют ограничения, которые не позволяют циклически симметричному сектору сосуществовать с построением диаграммы Кэмпбелла, даже в вращающейся системе отчета. Ну, выходов отсюда два, то есть, не пользоваться циклической симметрией, соответственно, это строить, либо я пошел в свое время через параметризацию, то есть, как бы никто не запрещает на входе задать параметрам скорость вращения, а на выходе собственную частоту. Решить задачу там н-ное количество раз и построить соответствующие графики там в Excel или еще где-то. Однако, в общем-то, в целом, для циклически симметричного сектора существует некая альтернатива диаграмме Кэмпбелла, это диаграмма interference. Диаграмм или там зигзаг диаграммы, ее еще называют, как я встречал. Она строится в соответствии с циклической симметрией, то есть, в чем суть модального анализа с циклической симметрией? В том, что у нас существуют формы, которые задействуют более чем один сектор, то есть, с точки зрения разного количества узловых диаметров, плюс-минус одна и та же форма, она будет по-разному проявляться, соответственно, для каждого набора узловых диаметров существует несколько собственных частот и форм. И выносится понятие гармонического индекса, то есть, это вот такие вот наборы из собственных частот и форм при определенном количестве узловых диаметров. И что такое, собственно, interference-диаграмма? Это диаграмма, на которую помещаются разнообразные найденные собственные частоты колебаний до этого диска в соответствии с их гармоническим индексом. И пропускается через это дело специфическим образом тоже линия возбуждения, соответствующая синхронному возбуждению, то есть дисбалансу, возбуждению кратному скорости вращения. И таким образом можно уловить n-ное количество резонансов, там, где эта история пересекает собственные частоты. И хороша эта диаграмма тем, что, в отличие от диаграммы Кэмбелл, она вам покажет большее количество резонансов, связанных в том числе и с некратными для скорости вращения возбуждениями. Но они в любом случае могут быть некратными, потому что они в любом случае будут кратными количеству лопаток, количеству секторов, но при этом могут быть кратными скорости вращения, исходя из количества этих самых секторов, а не с единичкой. Вот поэтому такая вот интересная история. Ну, давайте теперь рассмотрим демонстрацию. Не очень она длинная, 15 минут. Значит, начинается она с того, что я покажу в целом, как можно, имея некий там ротор, взять и построить, рассматривать. Мы здесь будем первую задачу, да, то есть построение диаграммы Кэмпбелла, рассматривание, получение, скажем так, критических скоростей, получение зависимости собственных частот колебаний вращающейся конструкции от скорости вращения. Откуда взялась эта геометрия? Что это за штуковина? Я в этот раз поступил оригинально и нашел два каких-то диска, скорее всего, вообще от разных хронизмов абсолютно на просторах сети. А ротор их соединяющий я нарисовал самостоятельно, потому что, ну, соединить между собой надо было каким-то интересным образом два радиуса и так далее. Касательно еще пару слов о подготовке именно геометрии заранее, что еще я тут сделал. Я нанес, во-первых, линии, куда я хочу крепить подшипники, вот они здесь, их можно овал увидеть. У нас в SpaceClaim просто их нанес, линии как бы крепления подшипников. И нанес еще пятна контакта этих дисков с этим ротором. Ну, для того, чтобы набор поверхностей сразу присутствовал, тот, который я потом буду использовать все-таки для ухода к циклической симметрии. Да, забегая вперед, отмечу сразу, что, как можно видеть, колеса эти, естественно, не обладают свойством осевой симметрии, очевидно. И, соответственно, я сейчас решу задачу, первое решение задачи, оно как бы с игнорированием этого, да, то есть мы их разобьем сеткой, они у нас будут участвовать в расчете и посмотрим, что получится. И запрета на это, как я уже сказал, нет, несмотря на то, что в методе черным по белому написано, что так не надо делать. А дальше рассмотрим несколько альтернативных решений этой же задачи, путей, скажем так, альтернативных, которые все-таки обладают осевой симметрой. Понятно, связаны они с тем, что диски мы будем так или иначе убирать из задачи. Три тела, соответственно, вал, два диска, контактные области автоматически были сгенерированы, ну, в качестве такой легкой предварительной работы, что-то мне тут уже не помню, я не понравилось в поверхностях, поэтому я решил на всякий случай автоматическое определение контактов сделать более чутким, то есть находить только контакты там, где прям практически соприкосновение происходит. И, в общем, вот, ну еще, да, цилиндрическая поверхность синего цвета для контакта это не очень красиво, пусть лучше будет красного. Ну, почему? Потому что несимметричный контакт, он у нас обладает определенными свойствами, и контакт определяется у нас на контактной поверхности, на красного цвета в первую очередь, и, соответственно, там, для того, чтобы было как можно меньше проникновений, именно выпуклую поверхность желательно делать контактный, вот, лирическое отступление. Итак, продолжим. Значит, создам сетку. Зачем-то я решил ее сначала создать по умолчанию, она, естественно, грубая, крайне некрасивая, и что-нибудь, понятно, сильно мелкой делать тоже нельзя, потому что, когда я это записывал, мне не очень хотелось тратить десятки часов на решение такой задачи, поэтому что-то среднее надо найти, ну, вот, что-то типа 5 миллиметров нормально будет, я думаю. Ну, то есть, я знаю, потому что это уже было сделано мной некоторое время назад. Ну, вот, на такой сетке примерно и будем жить, то есть, это и быстро, и более-менее сергита. Значит, теперь непосредственно о методике. Значит, подшипники. Вот, собственно, комби 214 зашит в объект Беринг, который можно достать неподалеку от джойнтов, и, собственно, прикрепить его можно напрямую в геометрии. Отмечу, что в этом случае, как и с ремонт-дисплейсментом, по-любому создастся удаленная точка внутри, которая прицепится определенным образом к выбранной геометрии через прикрепление. И, собственно, можно даже по визуализации вот этими черными линиями, которые там внутри, это заметить, но эта удаленная точка пока что, она просто внутри объекта зашитая, отдельно не валяется. Значит, для подшипника надо выбрать плоскость вращения, это было сделано только что, и размер аннотации. Ну, что такое аннотация, да? То есть, вот визуальное отображение этого самого элемента подшипника, оно выглядит вот так, да? То есть, некий такой торж, что ли, да? Или колечко такое появляется. Его размер, так же, как и размеры всех стрелочек, любых вообще графических визуализаций, регулируется кнопкой Rescale вот этой. Ну, продолжим. Параметры подшипника здесь особо я подбирал просто на глаз, чтобы там частоты получались более-менее адекватными в плане порядковых значений своих подшипников. Дальше, что еще? Второй подшипник в качестве альтернативного способа рассмотрю прикрепление через отдельно стоящую удаленную точку. Технически внутри Mopedil это будет все одно и то же, потому что подшипник автоматически эту точку все равно создаст. Но если ее создавать заранее, а потом использовать в качестве прикрепления вместо геометрии, это вариант более экономный, потому что мы потом впоследствии будем к этим же поверхностям прикреплять некоторые граничные условия удаленные. И чтобы не дублировать уравнение связи лишний раз, рекомендуется использовать одни и те же удаленные точки для разных объектов. Собственно, с этой целью из первого подшипника все-таки точку я сейчас вытащу. Ну вот визуально мы прикрепили два подшипника. Это у нас, в общем-то, и есть крепление вращающейся конструкции к всему, что там было отброшено, не вращающейся. По поводу граничных условий. Ну, начнем все-таки с настроек расчета. Как я уже упоминал, обязательно нужно активировать учет демпфирования, даже если у нас его нет и не будет, включить, соответственно, гироскопический эффект и задать количество скоростей вращения. Сама скорость вращения является граничным условием, доступным в модальном анализе. Его можно, соответственно, добавить и в табличном виде. Ну, понятно, выбрать либо вектор на ось вращения, либо покомпонентно определить вокруг какой-то из имеющихся осей какой-то системы координат. Ну, кстати, в данном случае только глобальная на выбор, как ни странно. Скорости вращения тоже подбирал больше для визуального комфорта. Какие-то вот достаточно большие, там 30-40 тысяч оборотов в минуту, ну, хотя бывает, насколько я знаю, и больше. Таким образом, скорость вращения задана. Ну, здесь она, по сути, регулирует, естественно, речь не идет о приложении, естественно, каких-то нагрузок. По сути, здесь скорость вращения регулирует как load-step, да, то есть количество расчетных точек модального анализа, да, при разных скоростях вращения, которое будет реализовано. Что же касается дополнительных граничных условий, да, к подшипникам, кроме операний, у нас здесь много чего нет. А, ну, вот, кстати, вот это сейчас только что был момент, где я вытащил из подшипника первого, да, удаленную точку кнопкой Promote to Remote Point, для того, чтобы она существовала тоже отдельно в списке удаленных точек, чтобы к ней можно было прицепить что-то еще, да, в частности, emote displacement. Значит, как раз-таки граничные условия. Удобнее всего для этого используется emote displacement. Здесь сейчас важно закрепить, во-первых, степень свободы движения тела как жесткого целого, которые сейчас на данный момент для ротора не ограничены, а именно осевое направление, как вы можете видеть, и направление вращения вокруг оси вращения. Это может показаться контринтуитивным человеку, на первый взгляд, да, не особо знакомым еще с методикой. Но это все, естественно, логично, потому что в этом remote displacement мы говорим о вращении сетки, а вращение сетки у нас, естественно, не предполагается ни в каком виде, поэтому мы его, соответственно, и блокируем, так как подшипники по умолчанию его не убирают. Значит, несколько их надо задать. То есть, опять же, одного здесь граничного условия тоже недостаточно, потому что, возможно, наличие мод крутильных колебаний, которые тоже в динамике роторов обычно не рассматриваются и не считаются угрожающими. Вот с этой целью еще я закреплю от вращения один из дисков. Ну вот такая вот постановочка типовая, в общем-то, типичная на самом деле весьма. И дальше, насколько я помню, последует решение. А, ну, добавлю сразу диаграмму Кэмпбелла, отдельный, собственно, объект результатов. Ну и, собственно, прелесть подготовки этих вещей заранее, прелесть того, что я сейчас не делаю это в прямом эфире, в том, что можно сэкономить время, вырезав все вычислительные процессы. То есть, даже если они там длились минут пять, это все равно может быть ощутимой прибавкой ко времени. Естественно, решение было не мгновенным, но все равно он был достаточно быстрым. Тем не менее, я его отсюда все равно вырезал, чтобы даже пять минут не сидеть, не смотреть, как задача решается. Ну, вот диаграмма Кэмпбелла, ее я вставлял в картинке презентации, вы ее уже видели. Линия возбуждения синхронная, то есть, как бы от дисбаланса, вот критические скорости какие-то были получены. Две их было найдено. Напомню, что здесь мы грубо проигнорировали важное правило динамики роторов в стационарной системе отчета. Мы никак не заменили диски, которые не являются симметричными, а геометрия должна быть таковой. Посмотрим, как это можно исправить и посмотрим, как это вообще скажется, к слову, на результате. Да, но перед этим сами формы. То есть, понятно, что в модальном анализе не только частоты и графики их изменения могут быть интересны, но и могут быть интересны геометрические формы колебаний. Тем более, здесь с учетом гироскопических эффектов, также можно пронаблюдать прецессию, протекающую, происходящую с геометрией. Ну и на первых двух, кстати говоря, формах предполагаются критические скорости на частоте где-то в середине диапазона. Вот, собственно, именно их я здесь и включаю. Ну, так смотреть, конечно, не очень удобно. Сейчас заменю визуализацию показа сетки, да, заменю на показ тени не деформированной модели. Так оно значительно нагляднее. И можно как анимацию в таком формате запустить достаточно наглядно, да, так и, в принципе, статичную картинку тоже здесь, в общем-то, достаточно говорящая. Теперь посмотрим, что можно сделать, чтобы справиться с проблемой неосисимметричности. Ну, здесь, на самом деле, качество первого варианта, который приходит на ум, естественно, это точечные массы. То есть, диски можно нафиг выбросить и заменить их точечными массами. Однако, как сделать так, чтобы у точечных масс были все необходимые свойства инерционные этого диска? Для этого можно воспользоваться, как ни странно, статическим расчетом отдельно стоящего диска. И даже не совсем это, по сути, расчет. Дело в том, что при запуске пустого решения, даже без граничных условий, ANSYS нам просчитает инерционные характеристики конструкции. Ну, кстати говоря, знающие люди скажут, что, в принципе, все моменты инерции, координаты центра тяжести, а также саму массу вполне можно выгрузить и просто из када. Если вы в каде нарисуете эту штуку, зададите ему плотность, и эти характеристики могут быть, в общем-то, взяты даже напрямую оттуда. Ну, кому как удобно, кто где работает, это уже дело третье. Здесь можно пойти вот по такому пути. То есть можно оставить в модели статического расчета один-единственный диск, да, то есть разбить его сетки как-то в меру собственного вкуса. Да, ну, понятно, что чем мельче, тем подробнее, но точность там все-таки меняется не так сильно с изменением размера элемента. Для того, чтобы решение запустилось, есть вот такая хитрость. То есть можно написать и RLF, минус один. Важно написать хоть что-нибудь, потому что в Rubench Mechanical не даст вам посчитать задачу, в которой нет ни одного граничного условия. А зачем задавать их, если можно просто вот так вот хитрить? В принципе, если вы посмотрите команду RLF, запятая минус один, с этим аргументом в хелпе, то вы увидите, что она именно как раз отвечает за вывод инерционных характеристик в листинг решателя. Хотя и без нее, в общем-то, прекрасно эту информацию зачастую можно увидеть при решении любой другой задачи, когда вы ее целиком решаете. Поэтому ключевое здесь, наверное, все-таки в принципе. В принципе, отсутствие каких-либо граничных условий и замена их просто командным блокнотиком. Значит, характеристики можно найти вот в таком виде, как можете отметить на слайде. Понадобятся там и координаты центра тяжести, и сама масса, и диагональные характеристики матрицы инерции, моментов инерции. Важно еще отметить, что здесь совпадают главные оси диска с глобальной системой координат. А, ну да, еще можно, кстати, отметить, в каких единицах это все было посчитано, потому что классика-то работает только в консистентных единицах. И здесь, поскольку были миллиметры, то и массовые характеристики выданы в тоннах. Ну, я все равно их буду задавать здесь в метрах, потому что я все проделал заранее, и заранее же эти же характеристики и находил многократно. Поэтому тут для меня эта информация не является неизвестной, но как бы все равно, естественно, демонстрирую то, как ее можно получать. Для второго диска то же самое можно быстренько сделать. Вот сейчас, по-моему, я как раз отмечу. Да, то есть главные оси совпадают с декартовой глобальной системой координат, что позволяет напрямую использовать эти характеристики. Если из такого совпадения нет, то там еще будут даны направляющие косинусы, относительно которых, зная которые, потребуется развернуть систему координат точечной массы, чтобы можно было эти числа вписывать. Ну, сама постановка модели динамики роторов зачастую не требует таких страданий, поскольку у нас часто одна из главных осей является оси вращения, соответственно, диск расположен поперек, соответственно, динамикой роторов довольно сложно получить что-то другое. Ну, и в самом альтернативном расчете, который я просто продублировал для, опять же, экономии времени, естественно, мы убиваем все неосисимметричные части, убиваем колеса, остается, соответственно, вал, который здесь обладает осевой симметрией. Ну, к слову, если вал не обладает осевой симметрией, такое возможно, да, но обычно, когда вал не обладает осевой симметрией, там это какие-то небольшие пазы под шпонки, да, какие-то могут быть там, не знаю, отверстия, еще чего-то. Понятно, что если это все очень невелико, то его можно просто удалить в спейс-клейме, и, собственно, это не колеса с гигантским количеством каких-то разнообразных лопаток, да, то есть тут вклад неосисимметричных каких-то вещей будет гораздо меньше. Однако, если уж совсем не хочется ничего выкидывать из модели, то можно какие-то фрагменты, любые вообще фрагменты, которые являются неосисимметричными, заменять точечной массой. То есть я здесь только колеса заменил, но для ротора там, по-моему, была где-то одна... А, ну я же его сам нарисовал, я и, собственно, ничего не рисовал неосисимметричного. Но в других ситуациях, когда ротор обладает какими-то чуть-чуть неосисимметричными кусочками, можно их тоже, грубо говоря, вырезать, как бы, этот кусок ротора, и для него тоже отдельно рассчитывать интернационные свойства, и тоже вставлять дополнительную точечную массу. В общем, короче, по этому пути можно сходить для любой абсолютной неровности, для какой вы захотите. Но понятно, что для совсем каких-то небольших аспектов это зачастую не требуется. Ну, создам заранее удаленные точки, чтобы в разных местах определять координаты и параметры массы. Числа, если что, здесь я не открывал дополнительно снова картинку с данными. Это, в общем-то, числа здесь записаны, те, которые там в SolverWallPute были. То есть координаты центра тяжести для этой удаленной точки. Имя тоже ей присвою для того, чтобы удобнее ее было находить. D1, D2, да, то есть диск 1, как бы диск 2. Напомню, что пятна контакта, да, к которым я, по сути, креплю эти удаленные точки, я тоже заранее позаботился о том, чтобы они были, да, то есть у вас может сразу же на геометрии ротора не быть четко поверхностей, отвечающих за взаимодействующих, получается, с диском. Вы можете открыть там SpaceClaim или другой геометрический редактор и заранее при помощи импринта нанести необходимые границы. Соответственно, координаты точечной массы, да, координаты центра тяжести для второго диска введены. И дальше можно вводить сами точечные массы, прикреплять их к этим удаленным точкам и вписывать их характеристики, то есть это непосредственно массу и непосредственно моменты инерции вокруг глобальных осей координат. Вот, естественно, ускорим. Я, конечно, не набираю числа с такой скоростью, но просто понятно, о чем идет речь, то есть в течение минуты смотреть, как набирается текст, наверное, нет большого смысла. Да, по поводу визуализации сделаю сейчас немножко ротор попрозрачнее, чтобы было видно, где находятся вот эти точечные массы внутри. Опять-таки, масштаб изменим для удобства, и вот примерно во что у нас превратилась предыдущая модель. Зато она теперь обладает осевой симметрией, что чудесно. Однако, обратите внимание, я кое-что не учел. Здесь довольно сильно изменилась диаграмма Кэмпбелла, хотя не должна была она прям настолько сильно измениться. Связано это с тем, что я пропустил крутильную моду. То есть вот это вот как раз то, про что я говорил, она здесь не нужна. И такие моды обычно не рассматриваются в динамике роторов, поэтому вот это граничное условие, которое было прикреплено к диску, я его подавил вместе с диском опрометчиво, я его сейчас верну, только прикреплю, соответственно, к части вала другой. Ну, он вспомнил автоматически удаленную точку, там, где она там раньше была. Изменю локацию, опять-таки, чтобы все было максимально прозрачно. И вращение вокруг оси вращения для этой штуки, для этой поверхности будет у нас запрещено. И вот теперь другое дело. Хотя обратите внимание, учет, скажем так, откидывания, как бы коррекция на вот эту осевую симметрию привела к тому, что у нас, в общем-то, появилась третья критическая скорость. Не то, чтобы третья критическая скорость была людям сильно интересна после первой и второй, но бывает, наверное, все-таки такое, поэтому тоже это, естественно, немаловажный аспект. И частоты, конечно же, слегка изменились, но сравнение одного с другим у нас будет после демонстрации видео. Ну, уже достаточно скоро. Создам третий вариант. Что же еще тут можно сделать, да? То есть, казалось бы, точечная масса закрыла вопрос. Вообще, мы с вами, ну, довольно лениво заниматься вот этой промежуточной работой, да? То есть, вот эти вот статические расчеты класть, там, диски выделять, переписывать там или скринить эти свойства массы. А что, если просто сделать диски абсолютно жесткими? И, собственно, вот как раз этот вариант сейчас мы и рассмотрим. Ведь дело в том, что абсолютно жесткий диск, в сущности, внутри для MAPDL ничем не отличается от точечной массы. То есть, точно так же используется MAPDL, да? Это конечный элемент, моделирующий точечную массу. Просто туда инерционные свойства записываются автоматически, вычисляются автоматически антисом и записываются, вместо того, чтобы мы делали это руками. Собственно, по сути, то же самое, только быстрее. И, собственно, давайте этот вариант рассмотрим. То есть, можно взять диски, сделать их абсолютно жесткими. Нехорошо, единственное, что оставлять их повешенными на контакт. Ну, то есть, можно, конечно, но это не эквивалентно тому, что мы сделали с точечными массами. А для того, чтобы получить эквивалентную именно систему, мы должны использовать для прикрепления уравнения связи, да, удаленные точки. Зашиты они, к слову, в joint. То есть, тоже может быть для кого-то открытие, но, скорее всего, нет. И мы можем использовать fixed joint для того, чтобы скрепить между собой взаимодействующие поверхности. И, таким образом, организовать закрепление жесткого тела на деформируемом через уравнение связи. Небольшой тупняк, но тем не менее. С одной стороны, выберем взаимодействующие поверхности, и с другой стороны. Ну вот, теперь... То есть, по сути, мы таким образом пришли к тому же самому, что было в прошлой постановке. То есть, у нас точечные массы, несмотря на свой красивый внешний вид, по сути, крепятся через уравнение связи к тем же поверхностям. Ну, сетка, понятно, строится из солид-элементов только на валу, который у нас прекрасно оси симметричен. И, в общем-то, решение может быть получено. Отмечу, что система все равно получилась неэквивалентной. То есть, она ближе получилась не к точечным массам, а к деформируемым колесам. И это не очень правильно. Почему так получилось? Потому что я не обратил внимания на жесткость прикрепления. То есть, у нас уравнение связи, когда мы ставим удаленную точку, или ремонт-дисплейсмент, или джоинт, все что угодно другое, у нас уравнение связи можно прикрепить по жесткому или по деформируемому. И вот если, собственно, point mass у нас по умолчанию, просто remote point, вернее, когда мы его клеили, и на него сверху клалиточный масс, у нас по умолчанию прикладывался деформируемым образом. А вот фиксе джоинты, они по умолчанию приложились по жесткому. Поэтому результат получился поначалу немножко не тот, на который я рассчитывал. Однако, после того, как я, естественно, изменил метод приложения на деформируемый, результат этого подхода полностью совпал с тем, что было получено посредством использования точечных масс. И сравнение, которое я обещал, выгрузил я все эти частоты в экселевский файл. И немножко о обозначениях. Flex Graphic здесь означает, соответственно, первый самый вариант, когда у нас по беспределу не очень симметричные колеса, разбиты солидами и используются. Point — это у нас подход через точечную массу. Просто rig — это использование жестких тел, но через жесткое прикрепление уравнений связи. И, соответственно, rig def — это у нас последний вариант, собственно, прикрепление дисков на деформируемые уравнения связи через вот эти фикси-джоинты. На первых двух частотах и на всех последующих тоже вы увидите, что графики point и rig def на 100% и полностью совпадают. То есть вот эти переписанные вручную точечные массы и заданные абсолютно жесткие диски через деформируемое прикрепление, они, в общем-то, ложатся один в другой как бы с гигантской точностью. Ну, по сути, с той точностью, с которой вы переписали значения для точечной массы. То есть там ошибка округления, безусловно, ваша будет присутствовать, но, как мы видим, она здесь, в этой конкретной ситуации, оказалась крайне невелика. А другие два графика — жесткое прикрепление дисков точечных масс и полностью деформируемые диски — они отличаются немножко и сосуществуют. Ну и здесь вы можете прям четко и наглядно видеть, что случится, если вы проигнорируете требования осевой симметрии. Ну и можно заметить, что для некоторых частот, конечно, разница несущественная. То есть можем посмотреть, что для первой частоты, для второй частоты, особенно для второй, то есть можно было особо не париться насчет этих колес. Однако дальше уже оно как-то поинтереснее. Можно заметить, что уже начиная с третьей моды у нас возникают довольно существенные отличия, и особенно на четвертой. Не успел я, конечно, понять до конца, почему так случилось, то есть какой физический смысл такого различия в четвертой моде. Ну, скорее всего, там просто всплыли несколько разные моды, поэтому одни из них, собственно, растут, а другие из них в зависимости от скорости вращения убывают. Но так или иначе разница достаточно показательная. Ну, нет, конечно, можно сначала испугаться очень сильно, но масштаб здесь не такой, что прям сильно большой, да, то есть обратите внимание, здесь как бы все-таки числа отличаются не сильно, поэтому просто для того, чтобы было видно разницу, да, то есть это как бы такой масштаб. Но, тем не менее, она есть, да, она может быть не очень большая, но она есть. И для пятой, для шестой моды, то есть для шести мод я смотрел только лишь сравнение, да, можно было побольше взять, но учитывая тенденцию, скорее всего, там чем дальше, тем различий все больше. Какой из этого всего можно сделать вывод? Старайтесь пользоваться стационарной все-таки системой отчета, то есть может возникнуть соблазн для неосисиметричной конструкции перейти в обращающуюся, и вы даже можете это сделать, и вы даже можете получить частоты и диаграмму Кэмпбелла, но велика вероятность, что вам будет особо не с чем сравнить результат, потому что проверочные всякие методики, экспериментально-аналитические, в основном заточены на частоты все-таки стационарной системы отчета. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, что у вас есть какие-то неосисиметричные объекты и хотите динамику ротора построить, получить, то рекомендую заменять их точечными массами, там уже в зависимости от вкуса, то есть либо вручную, да, либо абсолютно жесткими телами, это уже как вам будет удобнее, интереснее, и все в таком духе. Ну, в некоторых ситуациях, наверное, можно и игнорировать. Вот, подмечу, что даже для колес с какими-то там лопастями разница получилась не то чтобы прям дофига большой, хотя, безусловно, она имеет место быть. Если, грубо говоря, на валу просто есть какое-то отверстие под шпонку, да, там паз какой-то под шпонку, то, скорее всего, там разницу вы глазами не увидите. Поэтому тут, конечно, приятно, что это ограничение, оно хоть и существует, но не является абсолютно жестким, не является каким-то прям приказным. Могли сделать вопрос и типа «иди нафиг», вот, но не сделали. Значит, пожалуй, это все, что мне есть сказать. Моя почта – это информация известная, если что, дайте знать. Модератор вам ее обязательно скажет. Вот, если что, пишите потом вопросы на почту и на наши ресурсы, вот, я обязательно отвечу. Всем спасибо за внимание, до свидания. Продолжение следует...